Всем привет! Вы на канале Вака ТВ. Свой Валерий Ваков. Привет, Рома. Хай-хай. Может, на меня пальцем хоть покажешь? А это ферва, короче. Короче, короче. Сходу, блин. Да нормально, нормально. Такие ставим? Да, наверное. А что, весело зато. Сегодня мы снимаем ликотический марафон. Будем брать постепенное интервью у всех. Валера у длинных, ел коротких. Да-да-да, потому что по росту. Соотношение роста. Кросс называется Лига Выносливости. Все. Поехали. Сегодня мы посетили Николаевский кросс. Много ребят решили поснимать. Поберем у них интервью, посмотрим, кто как бежит, у кого какие ощущения, ради чего они бегают. Все узнаем сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Как тебя зовут? Дима. Давай начнем с самого малого. Сколько лет я? 17. С какой ты дистанции вообще бежал? Я сейчас бежал 3 километра. Давно вообще тренируешься? Ну, я уже тренируюсь 4 года. Ну, говори. Сначала я сбрасывал лишний вес, а потом уже набирал спортивную массу и начал бежать. Давай, а почему ты выбрал бег? Ну, получается, чтобы сбросить лишний вес и чему-то добиться в спорте. И как результаты? Результаты отлично. Растут на 2-ой. Как не поднял, а по часам. А есть какие-то результаты? Ну, именно не результаты, а продвижения вообще? Ну, продвижения были именно в плане бега. Я еще пытался спортивной ходьбой заниматься. А, ну, это было. Немножко не повезло, то меня тренер обратно на бег перевел. Ну, я бегаю длинные дистанции. Кваторашку, тройку и десятку. Скоро будет полумарфон, так что приходите. Пообязательно придем. А что ты пожелаешь бегунам, новичкам, например? Какие-то советы можно дать? Ну, всего, самое первое, это выдержки, чтобы все-таки начать бегать и чтобы у них был стимул стремиться к чему-то и добиваться своих целей. Конкретно по поводу сегодняшних соревнований, твоей борьбы на дистанции, как ты можешь прокомментировать? Ну, вообще было... Сегодня было сложно бежать как-то, но конкуренты были тоже сильными. Ну, вообще все понравилось. Ну, бежать было тяжело. Трасса, конечно, не ожидали, что трасса будет такая. Настраивались на... по песку бежать. Ну, все-таки нормально. Ну, какие-то выводы ты для себя сделала сегодня в соревнованиях? Да, надо больше работать, надо больше тренироваться, надо подтягивать результаты, потому что... По-любому это видео, скорее всего, может быть, посмотрит твой тренер. Оказавшись перед тренером, что ты ему скажешь? Иван Владимирович. Мне стыдно. Давай в камеру. Иван Владимирович, мне стыдно. Я буду работать лучше. Спасибо за интервью. Какие дистанции бегаешь? Ну, вообще, в общем, бегаю километр, два километра, ну, полтора просто стипелем, тройка просто. Что из этого у тебя является любимым? Ну, моя самая любимая дистанция – это три километра. Троечка. Да. Золотая, коронная. Что можешь прокомментировать по поводу сегодняшнего события, сегодняшних соревнований твоего забега? Ну, можно сказать так, что начиналось все хорошо, а потом как... позалетело, так сказать. Как ты можешь прокомментировать борьбу на отрезке в последнем круге, когда вы бежали с четвертого поворота, когда соперник вы... В принципе, вы поравнялись на финише, потом дальше у вас начался забег, ты побежал вперед, мы уже как-то думали, о, это будет победа. А дальше что произошло на этом отрезке? Получается так, что уже не было у меня сил бежать. Я уже... Ну, ноги, руки начали болеть, а так как он бегает спринтерские дистанции, он под конец ускорился, конечно же, и обогнал меня. То есть, это как событие недотренированность или, может быть, неопытность? Как ты это можешь охарактеризовать? Ну, можно сказать, что просто неправильно рассчитал силы, можно даже так сказать. Какие выводы готов сделать из этого? Ну, надо было просто немного дальше держаться от него, а потом надо было за круг его обгонять, не как тренер говорил, за два, а за круг. У меня просто уже потом сил не хватило и сдал задних. Оказавшись перед тренером, что ты ему скажешь? Я упаду на колени и начну лечь и пощаде. Почему ты выбрала именно этот спорт? Потому что мне нравится бегать, заниматься. Мне приятно, я не знаю. Можешь вспомнить какие-нибудь такие вспоминающиеся моменты или соревнования, которые у тебя происходили? Да, могу. 80 метров, когда я здесь выиграла, первая прибежала. Бежала с 2003 и 2004. Как твое самочувствие? Твой любимый вопрос. У меня прекрасно. Я так бежала хорошо, что прям вообще даже не вставила ноги. Все в порядке. По поводу, кстати, забега. Можешь прокомментировать как-то? Ну, забег был, конечно... Я думала, что у меня будут соперники, а тут у меня вообще нет соперников. То есть легкая победа? Да, легкая вообще. Ну, мы тебя можем поздравить с легкой победой. Какого у тебя вид? У меня бегать дальние дистанции. Ну, конкретно ты можешь их, ну, как-то назвать, эти дальние дистанции? 2 километра, 3 километра, 2 километра с препятствиями. Какая, в принципе, из этих дистанций тебе больше всего нравится? 2 километра с препятствиями. А почему? Ну, потому что, блин, когда ты бежишь, все внутри так переполняет тебя. Ты бежишь в ту дистанцию, тебе просто хочется так взлететь, можно так сказать. Как тебе сегодняшнее соревнование? Ну, сегодняшнее соревнование прошли удачно. Правда, мы думали, что будем бежать вообще возле воды. Но так как затопило нашу трассу, то пришлось даже не подготавливались здесь бежать. Ну, в принципе, было нормально. Конкретно по поводу своего забега, что ты можешь сказать? Как тебе борьба, как тебе участники? Участники? Хорошие участники. Сначала было нормально держаться за Надей, но потом по чуть-чуть уже становилось трудно. Тренер кричал, но уже сил вообще не было под конец. Чем ты можешь описать свой приход на дистанцию? То есть это усталость, это неопытность? Какие ты выводы можешь сделать из этого? Это, можно сказать, чуть глубже. Ну, как говорит тренер, нужно включать мозги. Просто иногда не сообразила, как нужно бежать, но силы не распределила чуть-чуть. Какие дистанции ты бегаешь? Все. Что на такие поставили. 60 с барьерами, десятку бежала. Можешь выделить какие-то любимые дистанции из этих? Да. Например? Ну, думаю, стипель, дойка и 60 с барьерами. А почему? Не знаю, просто интересная дистанция. Вот на тройке там как бы больше идет и техника, и скорость нужна, и выносливость. А на барьерах то же самое. Ну, как и не выносливость, но... Ну, если из этих двух дистанций выбрать, на какой из них ты раскрываешь лучший свой потенциал? Как ты думаешь? Не знаю, мне кажется, тренеру виднее. А тебе? Мне? Какая мне больше нравится? Ну, да. Ну, мне больше нравится, что поменьше. Конкретно по поводу сегодняшнего забега, соревнований, что ты можешь сказать? Ну, мне понравилось бежать. Как бы трасса еще нормальная. Не то, что мы все время бежим по каким-то лужам. Чтобы специально выбирать трассу, которая там... Горы всякие. По поводу соперников забега, какие ты выводы можешь сделать? Все соперники достойные. Все поработали. Молодцы. Оказавшись перед тренером, что ты ему скажешь? Можно я, пожалуйста, не буду бежать кросс в понедельник? Спасибо за интервью. Вот так, собственно, и завершились наши соревнования. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Что ты скажешь по этому поводу? Теперь берем интервью у тебя. Беру интервью, интервью. Ну, сегодня был отличный день, отличная погода, отличные соревнования. Люди отлично пробежали. Многие устали, но эта усталость... Как это сказать? Эта усталость говорит о их работе и их стремлении в спорте. То есть мы желаем им всего самого лучшего, дальнейших побед, дальнейшего участия во всех следующих соревнованиях. С вами был канал ВАКО ТВ. Валерчик. Да, приходите все на стадион бегать, кстати. Подпишись, поставь колокольчик. Да. Если не подпишешься, мы и придем за тобой, бежим. Пока. Всем пока. Надежда, какой у тебя вид спорта? Легкая атлетика. Какие дистанции ты бегаешь? Ну, 800, полтора, два, десять. Какие из этих дистанций ты можешь выделить для себя? Ну, 800 мне больше нравится. Ну, а так вообще и двойка хорошо дается. По твоему усмотрению, на каких дистанциях ты раскрываешься больше в свой потенциал? Скорее всего на двойке. На двойке? Да. Все-таки на двойке. Ну, нравится 800, а на двойке я больше раскрываюсь. Как ты попала в легкую атлетику? Ой, такая длинная история. Ну, можно рассказывать долго, но вообще у меня был физрук в школе, он был знаком с тренером. И так как-то я приехала, пробежала, тренеру понравилось, вот я уже... А были какие-то идеи, варианты по поводу, какое направление выбрать? Ну, может, это даже была нелегкая атлетика, или ты сразу? Нет, у меня просто мама бегала, папа бегал, у меня гены, получается. Я решила побежать, да.